Сейчас я зашел в дом Взять у меня стоит Нигмат Скажи всем привет Всем привет Здесь у нас лежит кровля Дёки Саппора Здесь вот у нас стоят подкладочные ковры СБС модифицированные Кровлю мы будем Кровлю мы будем делать Дёки Дёки Саппора такая же кровля как у меня Такую же кровлю как я делал себе Здесь вот ребята уже открыли Две упаковки Это кровля Кто не смотрел мой видеоролик Она состоит из двух Как бы нарезок Два вида Вернее два подвида нарезок Это Т1 и Т2 Это у нас Т2 да Т2 А это Это у нас Т1 Цвет зрелый каштан Значит Нигмат все просто Берем с тобой Две Две вот такие вот Два гонта Клади второй гонт Короче Смотрит Нигмат Одну упаковку Один гонт ты заберешь Из одной упаковки Второй гонт Из другой упаковки То есть её особо перемешивать не нужно Просто ты Как бы когда достаёшь гонт Из одной упаковки Гонт из другой упаковки У тебя получается Такое перемешивание Соответственно ты её стыкуешь У тебя вот выходит Такой вот рисунок Если мы с тобой сейчас возьмём Вот этот гонт И положим В нахлёст его Клади Ты должен обращать внимание Вот на На липучки Вот на эти Видишь Вот такие вот липучки Вот на них нужно обязательно Обращать внимание Потому что когда ты делаешь нахлёст Во-первых Ты должен примерно Чуть-чуть не доводить Вот видишь У тебя короткий Вот этот лепесток Ты его немножко Не доводишь До этого круглой части Вот И дальше Ты смещаешь Этот гонт Так чтобы у тебя Не было здесь Чёрных полос Потому что Если ты будешь Ложить как попало Ты можешь попасть так Что у тебя здесь Идёт липкая часть Соответственно Ты должен сместить её Так Чтобы у тебя Вот была Вот такая вот Округлая часть Вот это больше Она понятное дело Больше будет перекрывать Но Если ты просто Выше её сделаешь Тогда будут липучки Примерно Вот так вот Заводишь И смещаешь Вот так Чтобы не было видно Чёрных полос И дальше Ты уже погнал Дальше Если мы возьмём Следующий лепесток Ну и возьмём Любую Вот эту Например То дальше Она у тебя уже сюда Да Она дальше У тебя уже совпадать Ну она Вернее Попадает так Что у тебя Перекрываются Чёрные Видишь Тут нет уже Ты уже дальше Не думаешь Будут ли у тебя Чёрные полоски Там Вернее будет Ну соответственно Ты её кладёшь Ровно Чтоб она у тебя Шла Горизонтально И Не было Какой-то кривизны Там у тебя Понятно Да С этим Когда ты будешь Монтировать Снегодержатели Соответственно Ты понимаешь Ну примерно Снегодержатели Устанавливаются Там где несущая стена Снегодержатели У нас Снегодержатели У нас Вот такие вот Скобы От компании Аквасистом Так Клади И ты должен Заводить её Под лепесток Соответственно Ты сразу Должен учитывать Чтобы тебе Потом кровлю Не задирать И устанавливай Снегодержатели Сразу При монтаже Вот И делаешь так Чтобы Делаешь так Чтобы у тебя Снегодержатели Попадал На доску Видишь Если ты Приподнимешь Это лепесток Видно Дырки На снегодержатели Соответственно Там Где у тебя Попадает доска Ну то есть Хотя бы Два Нужно Обязательно Либо Два Самореза Закрутить Либо Забить Два Гвозди Дальше Гвозди У тебя Тут два вида Гвоздей Есть гвозди Поменьше Покороче Есть гвозди Подлиннее Ну соответственно Ты уже Так как Фанеру Прибиваешь Ты уже знаешь Что 45 гвозди У тебя Идут на то Чтобы фанеру Прибить К обрешетке Чтобы у тебя Гвозди Немножко торчал А гибкую черепицу Можно вот такими Гвоздями У тебя ОСП идет 12 мм Плюс Примерно Если Эту кровлю Брать Она у нас Получается Как трехслойная Три слоя Это примерно Где-то 9 мм 9 мм Плюс 12 Это 23 мм А гвоздь У тебя 30 мм То есть Он в любом случае Будет торчать Из фанеры Важно Чтобы гвозди Торчали Из фанеры Почему Почему Потому что Если гвоздь Не будет Из фанеры Торчать То он Потом Может Немножко Выскакивать Снегодержатели Я тебе рисунок Скину Чтобы ты понимал Как на твой уклон Лучше их устанавливать Примерно Это 9 штук На погонный метр Дальше У тебя идет Коньково-карнизная Черепица Коньково-карнизная Черепица Идет на две вещи Первый ряд Ты с него начинаешь Мы сейчас Наверху Попробуем С тобой Это поделаем И из него Ты делаешь Конек Там она уже сделана Что пойдем Наверх Посмотрим Пока Нигма Там поднимает Кровельный материал Посмотрите Какая здесь Стропильная система Это ферма На МЗП Потом Когда уже Ребята закроют Кровлю Мы сюда приедем Будем здесь Делать утепление Чердачного перекрытия Ферма на МЗП Сухая строганая доска Соответственно Обрешетка под фанеру Тоже идет Сухая строганая доска Сто на двадцать На нее укладывается На нее укладывается ОСП Толщиной Двенадцать миллиметров ОСП Листы Лист Два С половиной На метра двадцать пять Мы его Пилим на три части Три Ну кто-то на пять частей Даже рекомендует Я рекомендую Как минимум На три части Распилить Для того Чтобы уменьшить Линейное расширение Линейное расширение Материала И когда будет перепад температуры Чтобы при линейном расширении материала Не приподнимался подкладочный ковер Соответственно Не приподнималась гибкая черепица Сейчас 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 я поднялся наверх Здесь уже ребята сделали часть ОСП Видно, что ОСП распилена Распилили они на три части Видно, что здесь вот забиты гвозди широкие Вот Видно, что зазоры есть Пол сантиметра Ты фанеру на сколько выпустил? А? Фанеру на сколько выпустил? Да, от этого четыре От доски на четыре? Нет, от первой доски на сколько у тебя? Три Три сантиметра На три сантиметра отходит А, это самому обрешетке сантиметр У нас почти в прошлый раз четыре Это фанера отходит на три сантиметра И постепенно обрешетка уходит на три сантиметра Ребят, тут даже шнурка есть. Что давай сделать? Сейчас раскатаем подкладочный ковер первый ряд. Вот так вот выглядит ковер в размотанном, ну, в полуразмотанном таком состоянии. Он трехслойный. И с этой стороны идет защитный слой. Внутри идет битумный слой, который как раз является гидроизоляцией. Понял, да, Нигмат? Когда ты делаешь подкладочный ковер, ты не прибиваешь его сразу гвоздями, потому что потом, когда ты кровлю уже укладываешь, все равно гвоздями пробиваешь, чтобы не заморачиваться. Супер с этими скобами, там, с ума сходить не нужно, чуть-чуть пробить его. И старайся делать так, чтобы он был максимально ровный, чтобы не было бугров. Договорились? Да. Или тебе лучше чекушечку выпить? Нет. А? Времени нет. Нет выпить? Это надо зарабатывать. Ну, чекушечку тоже можно зарабатывать. Но зимой. Зимой. Вот, натянули, короче, ему шнур. Сейчас по этому шнуру ребята будут забивать гвозди. Нигмат, короче, гвозди забиваешь в шахматном порядке. Вот так вот. Ну, то есть, смотри, если этот отходит на сантиметр, значит, ты, ну, понимаешь, да, что у тебя, если ты прям в крае будешь забивать, у тебя гвозди будет мимо лететь. Значит, ты где-то сантиметра на два с половиной отходишь, сюда забиваешь, сюда забиваешь, сюда забиваешь, сюда забиваешь. С интервалом там 10-15 сантиметров. Что ты можешь, знаешь, что сделать на будущее? Есть шнурок, который цветной. Ты как бы натянул его, отмерил, чтобы тебе полчаса не натягивать, да, потом вот так вот раз стрельнул, он тебе метку ставит. Ну, да, вот этого я Виктору сказал, но он из Петровича не нашел. Короче, Виктор косячит, да? Да. Плохо работает. Плохо. Короче, тебе нужна часть его зарплаты, чтобы тебя перекинули, правильно? Ну, да. Потому что у тебя трудозатрады вырастают. Я материалы посчитаю. Материалы посчитаю. Ты считаешь, правильно, материалы? Короче, Виктор не дорабатывает, да, в каких-то моментах? Ну, смешно. Для этого же мы снимаем. Ты думаешь, мы что снимаем, чтобы показать, как правильно нужно монтировать? Мы снимаем, чтобы людям смешно было. А то в Ютубе одни специалисты развелись. Лайк поставить, да? Да, я тебе скину, лайк поставишь еще. Не забудь. Комментарий можешь написать. Ты можешь даже написать комментарий, я его закреплю. Это я, Нигмат, пишите мне. Если у вас есть какие-то пожелания. Ну, конечно, да. Дальше, что, Нигмат, видишь, мы берем коньково-карнизную черепицу. Где она? И вот эта липучка, видишь, она перешла в другую сторону. Короче, вот эта кровля у тебя идет и на конек, и на это. А ты отрываю эту штуку. Смотришь, как присобачивается. Здесь тоже, видишь, вот эти липучки. Переверни эту кровь. Вот здесь, видишь, у тебя липучка, когда была, ты ее, соответственно, надираешь, вот эту не снимаешь, вот эту часть, а вот эту часть ты снимаешь. И не доводишь примерно, примерно один сантиметр до края капель. Ну, такую, эту черепицу тоже желательно там устанавливать по шнурке. Ну, вот в идеале, когда у тебя шнурок, ты там отметки сразу сделаешь. И он, тык. Давай, гонт, подожди, пока ты не прибил. Возди, где гонт у нас с черепицей? Нет, нет, черепица где сама? Вот этот должна быть сантиметра от него, да? Нет, смотри, ниже, 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 ниже опускаешь, ниже, 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 чуть повыше. Ну, примерно вот так вот. Вот эта часть должна быть вот таким образом. Да, вот эта часть. А эту часть, которую у тебя, ты ее обрезаешь. Понял, да? Да. Даже если ты вот здесь вот будешь, чтобы наверняка гвозди пробивать, это вообще без разницы. Чтоб тебе не думать, попадет сюда, не попадет. Вот здесь вот гвозди пробивай. Вот так по этой линии пробиваем, грубо говоря, и берем вот здесь. Дальше всегда мой тебе совет. Когда у тебя будет какая-то кровля, всегда смотреть в инструкцию по монтажу. На любой упаковке есть такая мини-инструкция. Нас интересуют конкретно гвозди. Вот твоя нарезка. Тут показано, куда забиваются гвозди. Да, смотри, ты вот эту часть, которую у тебя, не доводишь, не доводишь примерно сантиметр, так же. Ну, можно полсантиметра, это не принципиальный момент. Ты определился, где у тебя будет стоять гонд. Допустим, он у тебя так будет стоять. Ты приподнимаешь каждый лепесток и забиваешь вот сюда гвозди. Ну, там, где у тебя стык, понятное дело, сюда и сюда. Чтобы вот эта часть у тебя не приподнималась. Вот эта корниза. Она хоть и липкая, но все равно лучше пробить вот эти места дополнительные. И потом вот эта кровля, она все равно их закроет. Чтобы вот это место было максимально защищенным. Дальше потом, когда ты уже этот гонд смонтировал, ты по этой линии обрезаешь вот этот. Можно даже повторить рисунок. Видишь, тут края обрезаны. Ну, ты можешь так же повторить, ну, как бы, чтобы у тебя вообще все было по фэншую. Понятно, да? Ну, и дальше начинаешь прибивать гвозди согласно той инструкции, которую мы сейчас смотрели. Там, где вот эта круглая хреновина, соответственно, ты не сюда, а заводишь ее прямо вот сюда вот. Чтобы тебе там эти миллиметры не вылавливать, для тебя это будет проще, а по сути будет то же самое. Ну, да.